проект проект весьма любопытное издание работники которого очевидно умеют систематизировать полученные данные опубликовала интересное имя и фамилия светлана криво шеих в общем и как сообщается она является совладелицей путинского банка россия друзья а еще как сообщают некоторые можно сказать злые языки или добрые языки да впрочем какая разница в общем ее ребенок поразительно похож на нынешнего нацлидера или кто там за него понимаете вот здравствуйте друзья с вами снова я захарыч блаженный натянул я таки шапку хотя не так уж холодно все минус сколько там даже не знаю но поговорить я хотел не о любовных связях президента эрофистана и не о том как я не в принципе все низкие личности это и без меня очевидно слушая прям на украинца похож поговорить я хотел о и с статс система и с статс ну в про в принципе можно кто-то ее может даже антихристом потом назвать цифровым не знаю насколько это близко к истине а все же антихриста полагаю существом человеческого облика но впрочем эта штука недалеко от него и как минимум может быть одним из его инструментов здравствуйте друзья в общем совместного я захарыч подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии буду на то воля ваша поддержите мой труд если вы решите это сделать данные найдете в описании к ролику и друзья там еще ссылка на резервный канал на всякие пожарные подпишитесь у меня еще один ролик youtube вчера удалил вечером вот ну как вы можете догадаться понятно какой тематике умер шум умер лишь бы был здоров в общем не болей не кашлей ну не буду даже углубляться в эту тематику мэр москвы к слову сергей семёнович собянин с чудесной аббревиатурой ссс как будто его нарочно из-за него выбрали на эту роль он продлил естественно запретительные меры в городе москва до 15 января то есть на два месяца розчерком пера вот так вот то есть ну продолжается там на самом деле вот де-факто до эпидемии все такое но де-факто мы наблюдаем просто лишение людей людей множество их прав исконных прав вот и все и зачастую логически не связанных не 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 ни с какими болезнями не с каким там здравоохранением которые у нас в принципе борьба на наше здоровье выглядит но верхом цинизма низменной такой и кощунственной иронии и гнуси после того как нас травят откровенно ядовитыми продуктами на вот причем не скупятся на это уже лучше бы они разводили бы сельское хозяйство все такое но нет они нас травят ядом одновременно с этим так трогательно нас все сипы си заботятся вот ну да ладно и с статс это система на которую они уже 280 миллионов рублей потратили и сейчас вложит еще 150 миллионов это компьютерная интеллектуальная алгоритмическая база данных которая будет отслеживать и уже начала отслеживать всех жителей москвы ну пока только москвы но я уверен это они распространят на весь клептостан вот суть в том что она будет собирать все данные как они говорят обезличенно исключительно с целью оптимизации жизни города с целью какой оптимизации жизни чего они будут собирать данные о долгах москвичей к примеру о передвижениях москвичи ну да пассажиропоток скажут они но вот как можно им вообще верить какой там пассажиропоток прошу прощения шапочку одену а то уши это щипят мои уши уши дорогие ух аж защипало мороз мороз красный нос и с статс компьютерная система снабженная искусственным интеллектом уверен и при его поддержке эта система будет на самом деле де-факто контролировать жизнь миллионов людей москвы клептоса и одновременно с этим смею вас заверить эти данные никак не будут защищены от различных преступных посягательств к тому потому что как вы понимаете все базы данных за небольшую мзду немедленно утекают в не очень-то порядочные руки не очень-то порядочных людей хотя с другой стороны в этом может быть есть и как какой-то какая-то надежда на наше общее спасение какая-то лазейка вот это вот наша российская хаотичность и бардак потому что как не ужесточают они свои концлагерные электронные цифровые системы все же лазейка прорех к счастью много и на самом деле это хорошо вот стою на озере или водоем как может пруд может вот ну прикольно на льду стою интересно вот там подо мной может рыбы плавают целый мир подводный вот другая среда иная среда обитания боя написала первая моя книга после дыры в башке была вот по ней сейчас готовит фильм она была посвящена в том числе искусственному интеллекту который в этой книге ожил и даже подружился с главной героиней вот а патриарх кирилл года полтора тому назад взял да и брякнул что антихристом будет искусственный интеллект ну как-то брякнул при том что на полагет вот на самом деле всего этого монетарного фашизма этого адского движения этого мироустройства но он брякнул знаете друзья я хочу сказать что вот нынешняя так называемая элита не только эрофистана но прежде всего эрофистана хотя она уже распространяется и в лондонград вот как этот вот евгений лебедев сын банкира александра лебедева стал пэром видимо из-за очень тесной дружбы с борисом джонсоном который за него ходатайствовал вот и в общем не очень то они все блещут интеллектом не очень то они все супер пуперские они большинстве с вами вот вся вот эта элита посредственности особенно элита эрофистана и они понимают какой вот переплет в эволюционный переплет всего человечества попали и мы и они хотя бы стремятся остаться на поверхности а происходящего ужаса вот иногда проговариваются я не считаю искусственный интеллект антихристом повторю я убежден что слуга нечистого это он из плоти и крови соткан но искусственный интеллект может быть безусловно для него очень хорошим ценным инструментом а вот это цифровизация друзья мои вот эти qr-коды эти чипы которые безусловно уверен уже есть и разрабатываются все более усовершенствованные они работают и будут работать на эти мысли меня наводит то что вот открытую публикуются данные о том как в австралии уже компьютер читает мысли как человек мыслями может печатать набирать текст на компьютере и так далее но это безусловно так это происходит это не научная фантастика это реальность сегодняшних дней и знаете друзья безусловно выглядит все весьма страшно потому что люди заигравшись в технологии стали сами создавать что-то что их может поработить нас поработить и даже уничтожить и стереть в порошок вот и на примере отдельно взятого города москва я хочу сказать что москву превратить в настоящий ад рукотворный ад вообще не сложно никаких проблем не составит я этой весной вылазки делал в москву без пропусков этих qr-кодов товарных знаков без ничего я поражался насколько быстро у людей происходила психологическая деградация вот все эти низкопробные боевики и фильмы ужасов постапокалиптические американские знаете у советских людей у так называемых совков когда разваливали на нашу страну наши руководители предатели у людей был в были стержни моральные нравственные духовные стержни и это держало людей сейчас этих стержней уже нет они расплавлены вот так вот и остались только стержни духовные да и то мало у кого и в общем до превратить этот город в идеальный концлагерь совершенно лишенными прав биологическими особами им проблем не составит вот и с статс вот так это называется адская фигня которая будет контролировать жизни людей представляете а ну все же даже если ты самый закоренелый подонок и тварь там не знаю убивать и пытать других людей для тебя это будет некой проблемой да а если это будут делать машины проблемы кошмары да после убийства будут мучить и так далее а тут это сделает машина и человек даже не будет принимать решение вы не вписывайтесь в систему монетарного фашизма на они конечно назовут ее по-другому не вписанные в рынок вот так вот и решение будет принимать уже не человек вот такие вот дела дорогие друзья что же надо было мне navi режим включить когда записывал этот ролик не включил расплачиваюсь простите меня пожалуйста за безалаберность безалаберность просто садится на морозе батарейка быстро и поэтому вот на второй дубль уже